Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. В 2018 году Минсельхозу будут выделены дополнительные средства. Такое обещание дал глава республики Виктор Зимин в ходе второй прямой линии. Деньги пойдут в том числе на субсидии фермерам и сельхозтоваропроизводителям. Какова сегодня ситуация в сельхозотрасли? С этим вопросом мы обратились к министру сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Александру Башкову. Александр Алексеевич, здравствуйте! Добрый вечер, добрый день! Александр Алексеевич, дополнительные средства – это дополнительная поддержка. На что планируете направить средства? В первую очередь эти субсидии пойдут по следующим линиям. Это поддержка в области животноводства. Основное направление мы планируем – это молочное животноводство, потому что у нас в республике Хакасия, как вы знаете, недостаточно производится молока. Также мы нисколько не обидим животноводов, которые заманиваются мясным скотоводством. Не будут обижены те предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, которые в республике у нас занимаются овцеводством. Это одна из основных целей и направлений. Но и все-таки планируем мы в этом году львиную долю определить – это растеневодство. На приобретение элитных семян. Все мы прекрасно понимаем – будут семена, будут хорошие урожаи. Скажите, а какую помощь сегодня получают сельхозтоваропроизводители? У нас в республике Хакасия, как и на протяжении прошлого года, идут наши республиканские программы софинансирования с федеральными программами. Это, в первую очередь, поддержка сельхозтоваропроизводителей в области животноводства и в области растеневодства. Это идут на возмещение части затрат на удобрения, на те же самые программы, которые у нас работают в области животноводства. Это содержание племенного животноводства, субсидии на произведенное молоко. Ну и также у нас по нашей республиканской программе она работает и продолжает. Будет работать эта программа по поддержке малых и отдаленных сел на содержание в частном секторе маточного поголовья, крупнорогатого скота, лошадей и овец. Эти меры стимулируют желающих заниматься сельским хозяйством? Становится больше? Совершенно верно. Те программы, которые работают, они стимулируют население нашего поселений, сельскохозяйственных районов, стимулируют для участия в этих программах. Это в первую очередь программы начинающие и семейные фермеры. Ежегодно по этой программе к нам обращается, заявляется. Естественно, мы отбираем самых лучших. На начальном этапе мы не рассматривали такие вопросы, как чтобы была в собственности земля. Рассматриваем теперь уже вопросы, чтобы были какие-то техники. В первую очередь рабочие места создавались. Поэтому у нас ежегодно, в прошлом году было 76 на начинающих фермеров. И практически 20 человек было, желающих участвовать в программе семейные фермы. Но, естественно, конкурс очень большой, требования очень каждый год. И федерация ужесточает требования. Ну и мы уже смотрим все с 2012 года крестьянско-фермерское хозяйство у нас на учете. Мы контролируем их. Естественно, чем дальше опыт этот происходит, тем больше и жестче, жестче отбор. В этом году, естественно, мы еще предусмотрим массу таких мероприятий, которые позволят выбирать лучших из лучших. Александр Алексеевич, на минувшей неделе в Хакасии чествовали лучших аграриев республики. Скажите, а с какими показателями мы завершаем этот год? Есть ли рост в отдельных отраслях? Ну, естественно, у нас, как и на протяжении многих лет, у нас сельскохозяйственное производство в республике. Конечно, нам хочется, лично мне хочется, чтобы мы вышли на те рубежи, которые были там у нас в 80-е и 90-е годы. Но мы и планируем все-таки, планы должны впереди идти. В этом году, в связи с работой вот этих программ, тех же начинающих фермеров, семейных фермеров и поддержки сельхозтоваропроизводителей, в этом году на 1 ноября, по сравнению, допустим, с прошлым годом, у нас увеличилось поголовье овцы на 32 тысячи. Крупно-рогатого скота практически на 3 тысячи голов. Лошадей, конечно, цифра не такая уж и большая, но, тем не менее, 1800 голов для республики Хакасия – это, я думаю, что большое поголовье. Мы еще заинтересованы и в развитии тех земель, которые у нас были в государственных предприятиях, там это Совхоз России, Абородинский госплемзавод. Министерство имущественных и земельных отношений очень тесно работает с федерацией, и потихоньку мы думаем, что вот в этом году, в 2018-м, эти земли будут переданы в республику, которая позволит увеличить посевные площади. Естественно, животноводство растет от чего? Растет, если есть прирост в растеневодстве, есть заготовленная корма, есть хорошая заготовка по тем же самым фуражному зерну, естественно, есть чем прокормить животных, и поэтому поголовье у наших фермеров и сельхозтоваропроизводителей будет еще увеличиваться не такими темпами, по несколько процентов, а, думаю, по 20-30 процентов ежегодно. Хотелось бы отдельно выделить молочную отрасль. Впервые с советского времени в Хакасии открылся молочный комплекс. Можно ли сказать, что это направление сегодня на подъеме? Ну, республика Хакасия, я уже сказал, зона рискованного земледелия, и в основном поэтому у нас в таких районах, как Аскизский, Усябаканский, Таштыбский, молочное животноводство, последнее время у нас в крестьянско-фермерских хозяйствах, сельхозтоваропроизводителей, немножко как бы становятся нерентабельными. Поэтому мы сегодня настроены на развитие молочного животноводства. Это Багратский, Ширинский, Орджоникидзевский район. Оно на самом деле сегодня дает неплохие результаты. Вот именно мы можем увидеть на примере того же самого Целинная, которая основная продукция – это молоко. И Целинная во главе с руководителем хозяйства, санником Владимиром Николаевичем, оно развивается, оно растет, увеличивается не только молочное направление, у них еще увеличивается мясное скотоводство. Таким образом они продвигают именно вперед республику вот в этом вот направлении. То же самое в Ширинском районе, в Орджоникидзевском районе, как я и говорил, планируется открытие молочного комплекса на 400 голов. Поэтому молоко, оно востребовано. И мы надеемся, что мы в будущем обеспечим наше население молоком. Александр Алексеевич, этот год для аграриев выдался, мягко сказать, непростым. Сразу в нескольких районах из-за снегопада погиб урожай. Скажите, какова ситуация сегодня? Есть ли решение данного вопроса? Да, в этом году наша республика 26 сентября получила такой казус от природы. Это выпал снег. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Это в Багратском, Ширинском, Орджоническом районе. Конечно, он режим был введен по всей республике. Но это те районы, которые вот именно пострадали и погибли 100% посевы. Республикой приняты меры. Минсельхозам республики Хакасия составлены все документы, отправлены в Москву. На сегодняшний день документы прошли экспертизу. Мы с Москвой практически еженедельно общаемся на эту тему. По тем документам, по некоторым были небольшие замечания, они отработаны на стадии рассмотрения. Мы планируем все-таки до конца этого месяца будет отработан вопрос с Москвой. Он сегодня касается в том, что по ЧАЭС заявилось несколько регионов. И еще по тем регионам работает комиссия, проверяет исходные материалы. Поэтому как будет полностью сформирован весь пакет документов, это и Красноярский край, и другие регионы. Поэтому уже будет определена сумма и будет определен процентной ставки, сколько будет возмещения. Но по нашим убеждениям и по нашим цифрам практически всегда идет возмещение от 30 до 50%. А на сегодняшний день, по вашим подсчетам, какова сумма ущерба? По нашим подсчетам, по тем хозяйствам, 38 хозяйств, которые заявились, и они смогли документально подтвердить свои затраты. Это же не просто на бумаге написано, а хозяйства должны подтвердить официально свои затраты. Где приобретали удобрения, по каким ценам, какая горючка, какая себестоимость сложилась по затратам на один гектар. Если те хозяйства, которые не смогли подтвердить документально, они не попали в этот реестр в перечень хозяйств. Эти хозяйства сегодня наши всю экспертизу прошли. Я думаю, что 30-50% это естественно будет. Общая площадь, которая попала под снег, составила 358 тысяч гектар. По республике общая сумма свыше 300 миллионов рублей. Но если будем так говорить, если даже хотя бы 50%, 150 миллионов наши аграрии должны будут получить, на которые деньги они смогут естественно и приобрести и семена, и удобрения, которые были вложены в те площади, которые попали под снег. Пострадавшее предприятие от снегопада им удалось хоть часть урожая спасти? Естественно, некоторым хозяйствам, которые изначально заявились, потом мы их при объезде вычеркнули, потому что они смогли все-таки продолжить какую-то уборочную, заготовить хотя бы солому с этих полей. Но этим хозяйствам, естественно, не будет возмещения. Они все-таки есть многие хозяйства. Это мелкие хозяйства, потому что мелкие хозяйства более мобильные. Александр Алексеевич, в целом по республике с какими результатами завершилась уборочная кампания? Ну, уборочная кампания в республике, естественно, если бы не была введен режим ЧАЭС, если бы мы не попали. Но на самом деле нас иногда ругают, что вот там техники не хватает. Техника была, все, но просто с природой не поспоришь. Поэтому результаты в прошлом году по урожайности зерновых у нас по республике составили 15. В этом году даже с учетом тех пострадавших и то, что даже во многих районах какая-то снег в Алтайском районе тоже выпал, но он меньше, потеряли немножко по зерновым. Но тем не менее мы в этом году в среднем по республике получили 16,1 центнера с гектара. Это выше прошлого года. Но если бы по нашим, вот весной и летом мы проводили мониторинги по нашим полям, мы должны были получить в этом году в пределах 18-19 центнеров. Даже те дожди, которые были в августе месяце, они положительно повлияли. А кормами все хозяйства обеспечены и нет дефицита? По обеспеченности кормам в республике Хакасия мы в этом году больше заложили сенажа, потому что урожайность, вот именно культур, которые идут на сенаж, она была больше. Больше заложили силоса. Как ни странно, но тем не менее, мы в этом году заготовили практически 160 тысяч тонн сена. Плюс, если приплюсовать прошлогодние остатки, были хорошие урожаи по прошлому году по сену. В этом году республика Хакасия полностью себя обеспечает грубыми кормами, сочными. Естественно, мы понимаем, что в некоторых каких-нибудь хозяйствах, как называемых у себя нерадивые, которые они заготовили вовремя корма, не вывезли с полей, где-то там не посеяли своевременно. Мы возьмем их на контроль, проработаем с теми хозяйствами, которые у нас в передовиках. Это Бейский район, это тот же самый Алтайский, Багратский, Ширинский район. На тех полях, в которых, будем говорить, они были списаны, все равно люди убрали, заготовили солому. И поэтому мы полностью считаем, что кормами обеспечены. И первые вот эти вот снегопады, которые сегодня показали, люди многие поставили уже на зимовку скота, он стоит. Поэтому с кормами у нас вопросов абсолютно нет. Те хозяйства, которые, говорю, какие-то есть, мы их возьмем на контроль и не дадим. Поэтому я считаю, что и уверен, что в этом году в республике не исчезнет никакое поголовье, как многие считают, что там к весне вырежут и все остальное. Фермеры для этого работают, чтобы сохранить поголовье. И с теми кормами, которые у нас есть, они у нас. У нас сегодня уже отмечается, если так честно говорить, республика Това у нас уже с Таштыбского, Соскидского района, с Багратского района уже потихоньку вывозят корма. То есть люди просчитывают и какие излишки уже продают. Это уже отмечается официально, есть вывоз нашей республики кормов. А это один из показателей. Александр Алексеевич, как идет подготовка аграрного сектора республики к зимнему периоду? Каким вопросом вы уделяете внимание? Ну самое основное, это уже как я и говорил, это обеспеченность кормами. Второе, эффективность энергообеспечения. У нами проведена аудиторская проверка практически всех крупных хозяйств. Это даны рекомендации по увеличению мощности, по замене проводки, по замене переход на другой тариф, там, с повышенного на средний. Поэтому все вот основной это вопрос, это вывод с летних пастбищ. Подготовка всех вот этих вот стоянок именно к зимнему периоду, она у нас еще закончена и приведена еще в сентябре месяце. И сегодня практически, будем так говорить, кроме ЛПХ, личных подсобных хозяйств, все стоят на зимнем стойловом периоде. И у нас сегодня ситуация вся под контролем. Александр Алексеевич, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин